Слотокин. Королевский сезон. Починайте. Герасимов якобы появлялся 10 июля. И все. А вот Суровикина вообще нет. Как вы считаете, это идет отбеливание Минобороны отдельно Герасимова? И что Суровикиным? Правда ли то, что он где-то может быть в Лефортово или где-то еще? Это, безусловно, идет отбеливание Герасимова. Ну, то есть не отбеливание, а его пиар, грубо говоря. И это, кстати, ответ на Пригожинский мятеж. Потому что Пригожин шел на Москву для того, чтобы добиться от Путина отставки Шойгу и Герасимова. И Путин ему ответил, что я тебе этих людей не отдам. И Шойгу мой лучший друг, и мой замечательный министр. Вот видишь, я его даже послал в Северную Корею представлять государство российское на великом праздновании победы корейского народа в 1953 году. Хотя там победы никакой не было, но там было перемирие. Вот. И, значит, Герасимов тоже появлялся уже. И лишний раз его показали для того, чтобы показать, что начальник Генерального штаба по-прежнему существует, по-прежнему руководит этой самой операцией, как ему и полагается. Касательно вашего вопроса по поводу Суровикина, а какая нам, в конце концов, разница? Суровикин является потенциальным военным преступником, который бомбил украинские города с помощью ракет. Поскольку он одновременно является командующим воздушно-космическими силами Российской Федерации, ему подчиняются в том числе и РСВН, ракетные войска стратегического назначения. И он бомбил Украину с помощью стратегической авиации из Каспийского бассейна, крылатыми ракетами по жилым домам, по критической гражданской инфраструктуре. То есть он является жутким совершенно человеком, а до этого там в Сирии он отличился там и так далее. И поэтому, чем дальше в Российской Федерации его посадят в подвалы Лубянки, чем больше его там будут ему ломать руки, выламывать ему там зубы и так далее, тем лучше для Украины. Прекрасно. Значит, Путин покарал военного преступника, который является героем Российской Федерации. Точно так же, как Путин покарал военного преступника Пригожина, который заткнулся и который, кстати, теперь публикует официальные сообщения голосовые в своих каналах о том, что никакую политику он идти не собирается, что все те ролики, которые показывают, где он собирается играть политическую роль, это все придумано его врагами. И что на самом деле он обожает Владимира Владимировича Путина и все делает для верховенства российской власти. То есть на самом деле из Пригожина, ну так сказать, он пошел на сотрудничество со следствием. Его освободили от уголовной ответственности за все те преступления государственные, то есть государственную измену и мятеж военный, вооруженный мятеж, который он поднял. Но взамен он обязался больше не вякать ничего, а если вякает, то только надо петь ему дифирамбы Владимиру Путину. Правильно ли я понимаю, Сергей, что Пригожин как единица отдельная уже кончился, его больше не будет? Это будет просто такой, снова-таки, цепной пес Кремля Путина, который будет говорить то, что нужно Путину? По крайней мере сейчас это выглядит именно так, да, то есть Пригожин его не посадили, или по крайней мере делают вид, что не посадили, потому что я все время хихикаю, потому что все эти, так сказать, аудиосообщения он может спокойно совершенно записывать из своей камеры в СИЗО Лефортова, вот, а просто они потом публикуются на его каналах. И все эти фотографии, которые с ним публикуются, это могут быть элементарные фотомонтажи или сделанные с помощью технологии дипфейк. Поэтому пока что Пригожин нам не доказал, что он абсолютно независим, что он свободен и что он перемещается туда, куда хочет. Но тональность всех его последних заявлений это дифирамбы Владимиру Владимировичу Путину. Кстати, а если говорить о Пригожинах и Вагнеровцах в Беларуси, какая их цель там и есть ли опасность со стороны вагнеровцев Лукашенко и странам НАТО? Извините, Игорь, это мне Владимир Владимирович Путин звонит или Пригожин, вот, чтобы этим возможностям сейчас ответить. Ну, потенциально они могут быть дестабилизирующим фактором и для Лукашенко внутри Беларуси, и для Литвы и Польши на границе Беларуси с этими европейскими странами. Вот, сегодня, кстати, мы слышали интересное очень заявление Лукашенко, очень смешные, потому что он показал, что он никогда в школе не изучал географию, да, потому что он начал рассказывать интереснейшую версию о том, что там выстраивалась ось, значит, Великобритания, потом страны Балтии, потом Польша, потом Украина. И таким образом, слушайте внимательно, Россию отгораживали от Китая. Россию отгораживали от Китая выстраиванием оси, которая на западе от России, и у Китая, значит, с Россией прямая граница, у Украины нет границы с Китаем, у Польши нет границы с Китаем, у Литвы нет границы с Китаем, ни у кого из них нет границы с Китаем, но Лукашенко, значит, сказал, что вот таким образом сделали прослойку между Россией и Китаем. Это очень смешная штука. А дальше он говорил, что, значит, вот там в Европе пытаются Соединенные Штаты Америки, значит, бороться против Европы, а дальше против России, а дальше против Китая. И опять же, он не изучал географию, он не знает, что через Тихий океан американцы могут просто в Китай приплыть с другой стороны планеты, что она у нас кругленькая. Сергей, вы эту тайну не открывайте, потому что Лукашенко задумается, не надо. Вот, по этому поводу, конечно, это очень любопытная штука, но если, так сказать, абстрагироваться от того маразматических заявлений, которые Лукашенко делает, все равно это является, конечно, серьезным фактором дестабилизирующим. Европейские страны рассматривают это на полном серьезе. Но и опять же, Путин ведь всегда достигает своими действиями обратного результата. И самый главный обратный результат, которого он добился, это то, что Польша заявила о том, что она хочет повысить уровень своих вооруженных сил со 175 тысяч до 330. Что Польша закупает новые партии вооруженной техники. Что в Польше будет больше присутствия вооружения НАТО и военнослужащих НАТО. Что в Прибалтике также будет все это под американским зонтиком и под зонтиком НАТО. То есть, на самом деле, они таким образом доказывают тем сомневающимся людям над Западной Европей, которые говорили, ну нельзя, что вы нам говорите, что Россия является агрессивным государством и собирается на кого-то там в Европе нападать. Да нет, это вот просто у них там местный конфликт такой локальный между Россией и Украиной. Ничем Россия не угрожает Западной Европе. Вот все это лобби пропутинское, оно все ведь всегда это говорило. И вдруг сам Путин и Лукашенко говорят, да нет, вы ошибаетесь. Вот мы ядерное оружие в Беларуси размещаем, вот мы собираемся Вагнера, значит, пускать его на Польшу и Литву. Таким образом, Путин и Лукашенко работают против самих себя. Потому что они вот тех сомневающихся европейцев, которые думали, что Россия и Беларусь могут быть для них миролюбивыми государствами, они просыпаются и говорят, да нет, вот видите, все-таки они идут на Западную Европу. И в этом смысле мы говорим большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Я давно уже предлагал, что все страны западные должны изобрести новую награду, которая называлась бы так, самому большому врагу Европы, а также НАТО, США, там и по списку, да, даже Украина, можно сказать, за великолепную помощь Европе, НАТО, США и Украине. Вот, и дать эту награду Владимиру Владимировичу Путину, потому что он полный... Это мы уже с вами говорили не один раз.